Восьмая глава. Сам уже одобрял убиение его, то есть архидиакона Стефана. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеев и Самарий. Конечно, нужно себе представлять Восток. Восток — дело тонкое, как часто мы слышим. Люди очень оживленно, эмоционально передают новости друг другу. Эти новости очень быстро распространяются, и уже весь город пришел в эмоциональное движение, особенно когда пролилась кровь архидиакона Стефана. Конечно, нам может быть сложно до конца представить те обстоятельства и то состояние людей, которое тогда было, когда побивали камнями очень яркого проповедника архидиакона Стефана. Его вывели буквально за город, движимый ощущением исполнения какой-то особой правды, поборничества за истину богооткровенную. Все считали, что они делают что-то очень важное, но при этом очень важным проливалась человеческая кровь, и она приводила людей в бешенство. Вот сколько мне приходилось слышать из личных свидетельств, особенно когда я служил в тюрьме, исповедуя заключенных, они мне рассказывали, что когда проливается кровь, причем те люди, которые сами лично убивали, они приходили в состояние бешенства. И как будто открывался какой-то инстинкт, кровожадный инстинкт, человек уже не мог остановиться, он вместо трех ударов ножом, для того, чтобы убить человека, было достаточно, он наносил по многу десяткам. Он буквально захлебывался от крови. И вот когда иудеи, вкусив этой крови, их аппетит, кровожадный инстинкт открылся, и они побежали уже этой толпой выискивать христиан, потому что приблизительно-то они знали, где живут христиане. Иерусалим не таким уж и большим городом был на то время, и совершали подобное. Избивали, побивали, как говорит нам далее текст, «Произошло великое гонение на церковь Иерусалима». И все, кроме апостолов, а нужно отметить, что апостолы остались в Иерусалиме, потому что они уже однажды переживали это. Однажды они уже видели, как распинали их невинного Учителя и Спасителя. Они уже были гонимы однажды страхом, своим собственным страхом. И, как говорит Писание, что многие разбежались из апостолов, а апостол Петр трижды отрекся. Но в этот раз все оставшиеся в живых разбежались, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии, кроме апостолов. Это очень важно. То есть твердость их веры была больше, чем у остальных верующих христиан. Стефана же погребли мужи благоговеенные. И сделали великий плач по Нему. Вот мы видим в данном стихе очень для нас, может быть, непривычную деталь. Благоговеенные мужи устроили плач по Нему. Ведь апостол Павел скажет, что смерть для меня приобретение, а жизнь для меня Христос. Кто избавит меня от всего тела смерти? Дай мне, говорит апостол Павел, Хащу, отрешитесь от всего тела тленного, смертного и облещися в новое, говорит апостол. Спаситель в ответ «На просьбу одного из своих учеников, последователей, дашь мне вначале погребсти моего отца». И Спаситель ответил, «Пусть мертвы погребают мертвецов». А здесь мужи благоговейные сделали великий плач, подчеркнуто. Не просто плач, а великий плач. Что же двигало этими благоговейными мужами, чтобы они устроили великий плач? Вот здесь мы должны ответить. Что такое смерть? Смерть как разлучение души от тела для нас понятна. Даже не все люди признают, что смерть — это разлучение души от тела. Некоторые считают, что человек умер, да и умер, и нет человека больше. Но мы, верующие люди, понимаем, душа покинула тело, а следовательно, тело без души, оно не может жить, потому что душа — это движущая сила для тела. Неужели по этой причине плакали благоговейные мужи? Нет. Причина для плача на другое. Ведь каждый понимает, что такое общение. Общение, оно прежде всего настоящее общение, построено на принципе общности. Чем больше более ценное общие, тем будет теснее общение. Вот даже эти слова «общие», «общность», «общие». И вот когда друг с другом люди очень тесно связаны, и когда им приходится разлучаться, то они плачут. Это слезы расставания. Это не какие-то фатальные слезы, что дальше уже нет человека. Христианин понимает, со смертью жизни человека не заканчивается, она продолжается. но вот разлучение, так тяжело пережить разлучение, особенно когда этот цветоносный муж Стефан Архидиакон перешел в мир лучший, потому что он говорил иудеям, которые хотели уже его растерзать на часке, «Я вижу Господа и ангелов нисходящих и восходящих на небо». И лицо его просияло как солнце. Все прекрасно понимали, что для него началась новая жизнь. А вот они понимали свою жизнь еще как жизнь в этом многосуетном многоскорбном мире. Тем более та истерика, которая захватила Иерусалим, когда терзали христиан, конечно, для них была скорбной. Сам терзал церковь. Этот человек, который сам тогда не участвовал в побиении камнями, он сам, может быть, и не бросал камни, нам говорится о том, что только положили свои одежды у ног юноши именем Савра. Но, видимо, этот пылкий и очень умный юноша, который был лучшим учеником учителя Гамалиила, А тот в свою очередь Гамалиил был учеником лучшей мисс школы Галея, который был очень известным учителем иудеев. Он только смотрел и это, по-видимому, очень его вдохновляло. И он начал после этого терзания Стефана терзать церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Позже апостол уже Павел скажет о себе, что Господь меня призвал как некого изверга. Именно таким он и был, кровожадным, жаждущим христианской крови. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. находился в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Вот всегда какие-то люди, которые занимаются или магией, или каким-то чародейством, они всегда стремятся выдавать себя за какого-то великого. Вот обратите внимание на страницах даже нашего Баспора, на последней странице есть фотографии людей, которые предлагают свои услуги якобы для исцеления или проведения будущего. Они так, знаете, очень я бы сказал с вызовом вот крест большой сверху одежды демонстрируют, хотя мирянин, он не должен крест носить на одежде, он должен носить только под одеждой. это преимущество священнослужителя, потому что он проповедует истину престолу, поэтому он и носит крест сверху одежды. Не так давно я встречал какая-то матушка подписана, и она вся в черном и с большим крестом, как у священника. то есть мы давайте обратим внимание на то, что эти люди пытаются выдавать себя за кого-то великого или просто за священнослужителя. Почему? Потому что для них очень важно человека завести в заблуждение. Они начинают делать то, свое зло, которое они делают, но под прикрытием под прикрытием тех, кому люди доверяют. Вот человек, родившийся на нашей земле, он уже где-то, скажем так, на каком-то генетическом уровне внутреннем он доверяет церкви, потому что церковь составляет плодь и кровь его. Его часто говорят мне, когда приходят люди, попавшие опять-таки через обольщение этими бабками, дедами, шептунами. А вы знаете, вот у нее там, где она отчитывает, много япон стоит, крест, лампадочка, свечи горят. То есть видите, что они делают? Они пытаются человека завести в заблуждение. Они совершают это без всякого благословения церкви. А как мы увидим из последующих посланий апостольских, что меньшие благословляются старшими, существует четкая иерархия внутренней жизни церкви. И вот здесь это тоже на это обращено внимание, выдавая себя за кого-то великого. То есть, как сатана, он не показывает своего истинного лица для того, чтобы обольстить. Помните, апостол говорит, что он может преобразоваться в ангела света. Для чего? Для того, чтобы обольстить, чтобы сбить с толку человека. Потому что сам по себе этот человек ничего не представляет. Ему внимали все от малого до большого, говоря, все есть великая сила Божия. То есть, мы видим, часто и говорят, ой, а наша бабушка, она же читает молитву отче наш. Вот, если бы она была не от Бога, это не помогло бы. Но раз это помогает сила Божия, то же самое повторяется до сегодняшнего дня, с тех времен. Обнимали ему, потому что он немалое время, изумлял их волхвованиями, но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве и Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы, знамение изумлялся. мы видим, что он уверовал и даже крестился. И, как далее, говорит, текст не отходил от Филиппа, потому что его поражало, что совершаются великие силы и знамения. Это его изумляло, подобно тому, как людей изумляло то, что совершал он своими волхвованиями. Вера, которая зиждется на каких-то чудесах, которые человек видит, она не крепка к этому. Потому что вера это внутреннее доверие Богу больше, чем самому себе. А чудо, чудо, оно может просто впечатлить, привести в изумление. Но оно не меняет человека. Поэтому Господь не предпочитает над словом силы чуда. Хотя в некоторых случаях Господь и совершает чудо для вразумления людей. Но не нужно думать, что чудо является самым действенным средством на душу человека. об этом мы уже и читали в Ветхом Завете и будем и впредь. Вот сейчас сколько чудес совершаете. Мироточение, снисхождение благодатного огня. Ну и что? Люди, эти чудеса благодатные, смотря эти чудеса, впечатляясь этими чудесами, они ставят их через запятую. Ну вы знаете, а вот там есть и в Индии чудо, вот факиры там что-то делают и так далее. Чудо само по себе в какой-то момент уже если его много, то оно скорее развлекает человеческую фантазию. И человек только и жаждет. Вот некоторые любители чудес ездят по монастырям и вот, а вы знаете, вот там чудо или куда-то еще едут. И при этом они совершенно не замечают, как они где-то духовно деградируют, потому что эти люди незаметно для себя осуждают других людей. Причем могут спокойно осуждать и, хотя вот они, вот, а мы чудес много видели и еще хотим больше видеть. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что с моря они приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Анна, которые придя помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Вот здесь очень важно объяснить это место. Мы знаем, что в Церкви существует семь Таинств. Крещение, первое Таинство, покаяние, миропомазание, бракосочетание, Таинство, венчание, священство, елео, освящение, лесоборвание. Так вот, Таинство Крещения, оно совершается в первую очередь, но это единственное Таинство, которое могут совершать даже миряне. Если исключительно, конечно, случай, потому что все остальные Таинства могут совершать только обличенные саном священства. А вот Таинство Крещения в исключительном случае, когда смертная нужда, то есть человек умирает и нет возможности пригласить священнослужителя для совершения этого Таинства, тогда может мирянин крестить, мирянка. Но если человек выживает после этого Таинства, то Иерей должен совершить докрещение. Но вот когда совершается Таинство Крещения, то совершается вот за одним вот этим действием одновременно два Таинства. Таинство Крещения и Таинство Миропомазания. Часто в сознании таком, скажем, простом, когда мы говорим, то мы говорим, вот Крещение совершилось. Но на самом деле совершилось два Таинства. Это исключительный случай, когда совершаются одновременно два Таинства. Таинство Крещения и Таинство Миропомазания. У католиков совершается порознь, порознь совершается китайство. Таинство Миропомазания совершается в сознательном возрасте епископом над 14-летним или 13-летним мальчиком и девочкой. Так называемая конфирмация. И вот, таинство миропомазания. Таинство миропомазания совершается через определенное вещество. То есть у каждого таинства существует вещество таинства. То есть существует определенная материя таинства. Вот, например, для таинства евхарийские есть таинство хлеб и вино. Для таинства крещения есть вещество таинства вода. Еле освящение, то есть соборование. Таинство, простите, вещество елей. И мира, оно освящается особым образом только патриархом. И освящается один раз в году в Великий Четверг. Состоит оно из 33 компонентов, составляющих. И помогает ему совершать это таинство епископы. Оно очень благовонное, то есть имеет очень такой приятный запах. И потом это вещество рассылается по всем епархиям Русской Православной Церкви. И затем епископы раздают для каждого священника на приход, тоже в определенном объеме. И он, когда совершает таинство крещения, затем таинство миропомазания, помазует этим миром. А в Древней Церкви это таинство совершалось через руковозложение, рукоположение, хиротонию. Сейчас совершается только одно таинство через рукоположение. Это священство. Во диаконы, во священники и епископы. Раньше, это было раньше, но сейчас, поскольку дальность приходов и епископ не имеет такой возможности совершать непосредственно таинство миропомазания, совершается через это вещество миропомазание. Так вот, возвращаемся к стихам. Он совершил таинство крещения, будучи диаконом, он имел на это право. А вот преподать дары Святого Духа через таинство миропомазания, он не мог. Потому что он был всего лишь диаконом. Диакон не имеет права совершать таинство миропомазания. И, как говорится здесь, что Дух Святый не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. И вот апостолы пришли в Самарию, а самаряне они были на полу иудеи, на полу язычники. И возложили руки на них, и они приняли Дух Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Говорят, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Знаете, при этом мне вот хотелось бы отметить, что вот люди, которые, как святые говорят отцы, поблудили с бесами, а блуд с бесами совершается через магию, через колдовство различное. Это люди, уже поврежденные на всю жизнь. И вот эта поврежденность, вот они будут в церкви. Но вот это, понимаете, жажда на кого-то возлагать руки, кого-то исцелять, кому-то, как они говорят, помогать. То есть, чтобы вот люди говорили, вот как он может. Он может что-то делать. То есть, обладать какими-то вот мистическими возможностями. Вот даже столько я имел общения с людьми, которые прошли через экстрасенсорику и прочие, и прочие увлечения нехорошие. Вот я знаю, это люди, которые имеют уже к этому пристрастие. Вот они всегда выражают желание за кого-то помолиться как-то особенно. То есть, показывают какие-то свои, как бы, возможности, больше, чем у других людей. Они хотят вот как-то вот возвышаться. Вот это есть, оно присутствует. Или вот если человек прошел через сектанство, это вот этот дух сектанства, ну, может быть, у кого-то он и уходит окончательно. Но, как правило, вот эта сектанская расколенческая поврежденность, даже если он пришел в церковь, она в какой-то степени в человеке остается. Вот это сектанское расколенческое восприятие, еретическое восприятие, оно остается у человека. И потому что вообще любая мистика, нездоровая мистика, она заражает человеком, человека заражает неким таким сладострастием. Вот когда человек поблудил, вот физически, просто он жил блудом, в грехе блуда, прелюбодеяния, плотского, я имею в виду, вот это очень сложно преодолеть. Почему даже Иоанн Косник говорит, если человек пришел от блуда, то этому человеку нужно дать какие-то ебетинги особые. Потому что настолько вот это проникло, вот эта страсть в человека, что ему нужно какое-то время пройти какое-то испытание, воздержание. И когда человек заразился вот этим мистическим сладострастием, это надолго. И вот мы видим, что этот Симон, он просит у апостолов, дайте мне власть, чтобы на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Ну а Духа Святого, он же видел и изумлялся через получение людьми силы и знамений. И вот это желание кому-то что-то давать, вот это именно, чтобы его, так сказать, восхваляли, чтобы им восхищались. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Но все те волхвы современные, вот даже, вот буквально вот эта матушка какая-то, Стефания, да, нет, вот, ну последняя какая-то, с большим таким крестом. Вот, вот, а это нет, это недавно, Стефания, она приезжала, это очень давно было. Вот, и там сразу говорится, вот, за 75 гривен, вот, я, значит, там расскажу ваше будущее, чем в будущем ваше сердце успокоится. Так вот, нет тебе всем чести и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твое, и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. То есть помысл. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи, и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто исказанного вами. Они же со свидетельством и проповедовав Слово Господне обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на юг, полдень здесь говорится, ну то есть на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж Эфиоплинин, Евнух, вельможа, Кандагии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, переезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним, а место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Здесь, конечно, очень важно обратить внимание на то, что увлеченный чтением пророка Исаии, Евнух Эфиоплинин сказал Филиппу, что я не могу этого разуметь, потому что никто не наставил меня. понимаете, здесь очень много, конечно, мыслей для рассуждения, но хотелось бы обратить внимание на то, что человек, если он не является частью Церкви и читает Писание Церкви, то он не имеет, во-первых, опыта жизни Церковной. А если он не имеет этого опыта, то он будет понимать это все, как апостол говорит, душевно, не духовно, потому что он душевный человек. И понимать душевный человек то, что от Духа не может, и разуметь не понимать он не может этого. Поэтому Писание оживает, то есть то, что на страницах Писания, оживает только в том случае, когда человек имеет принадлежность своей жизнью к Церкви. И мы видим, как некое развитие происходит к крещальной купели. То есть он не понимал, что он читал, но он читал. А некоторые говорят, вот особенно мирские люди, говорят, ну вот я прочитал уже всю Библию. Ну и что там? И что там особо надо в этой Библии? Понимаете, здесь нужно понять, что Библия – это не газета, это не книга, которая рассказывает человеку уже о неком известном опыте жизни. Вы знаете, есть у журналистов такая, как бы такой афоризм, что журналисты интересуют тот поезд, который опоздал, а не тот, который пришел вовремя. Вот всегда какие-то, вот понимаете, вещи, которые как бы вывелись из, скажем, обычного хода жизни. Но несмотря на то, что этот поезд опоздал, но все равно это опыт из этой горизонтальной жизни, из жизни, которая с нами происходит ежедневно, ежечасно. А вот то, о чем говорит Писание, здесь совершенно идет речь о другом опыте. Хотя используются старые формы жизни. Человек пошел, человек прочитал, человек посмотрел. Кажется, то же самое происходит с людьми. Но за всеми этими действиями скрывается уже некая тайна жизни, духовная тайна жизни. И вот для того, чтобы связать вот эти внешние действия, как бы обычный ход вещей, и правильно понять это все, для этого, конечно, человеку нужно самому жить духовной жизнью, жить опытом церкви. Точно так же, когда беседуешь с людьми о покаянии мирскими. То есть, они знают это слово, оно как бы отмечено в их словаре, но этого слова правильно понимать они не могут, что такое покаяние. Потому что покаяние может совершиться только уже в измерении церковной жизни. А вот здесь Филипп говорит, никто меня не наставит, и поэтому я понять этого не могу. И вот место в данном случае было о Спасителе из пророчества Исаии. О том, что Он, то есть Спаситель, был введен на заклание, и как агнец, то есть, как овца, перед стригущими безгласен, не отверзал уст своих. Ну, это известные для нас страницы евангельские, значит, пророчествованные этим текстом. Я не буду уже их объяснять. Евнуши сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом. Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Понимаете, здесь очень много необычных вещей происходит. когда вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. Но ведь на Самарян Дух Святой не сходил, А почему здесь Он сошел на Евнуха? Мы еще будем иметь дело еще с более необычными вещами. Повторится пятидесятница в самом буквальном смысле этого слова. То есть мы знаем, что Дух Святой на пятидесятый день сошел на апостолов. А здесь мы увидим дальше сойдет Святой Дух на язычников. И вот здесь на Филиппа, простите, на Евнуха сошел Святой Дух. Потому что Эфиопия, она далеко. И не было возможности на этого Эфиоплинина, который стал первым христианином, возложить руки для того, чтобы он получил дары Святого Духа. И поэтому здесь необычным, чудесным образом Святой Дух сходит на Эфиоплинина, Евнуха без всякого возложения рук апостольских, рук священства, епископских рук. Это исключительный случай, об этом говорится, об этом идет речь. И здесь мы видим не менее чудесный момент, когда ангел взял Филиппа, и Филипп оказался уже в другом городе, в Азоте, и там благовествовал, пока пришел в Кесарею. Савл же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, в синагогам. Дамаск от Иерусалима находится где-то в 200 километрах, и Дамаск это совершенно другая страна. Но тем не менее, согласно определенным законам, власть в религиозных вопросах распространялась на территории Римской империи первосвященников над всеми евреями Римской империи. И поэтому первосвященник мог дать письмо Савлу, чтобы он гнал христиан в Дамаске, в чужой стране. чтобы в синагогах, когда найдет последующим всему учению мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. То есть мы видим, какой активностью пылал Савл и ненавистью по отношению к христианам. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савла, Савла, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Вот здесь очень важное произошло событие, которое не только было важным для самого Савла, но и для Церкви в целом. здесь много составляющих. Он упал на землю от внезапного осеявшего его света. И из глубины этого света прозвучал голос «Савла, Савла, что ты гонишь ими? Кто ты, Господи?» Господь же сказал «Я Иисус, которого гонишь». Но разве Савла гнал Иисуса? Савла не гнал Иисуса. Иисус воскрес, Иисус вознесся. Иисус был одесную Отца. И вот когда Спаситель произносит эти слова, то они являются очень важными и утешительными словами для каждого христианина. Спаситель отождествляет себя с Церковью. Все гонения против Церкви, против каждого христианина в отдельности — это гонения против самого Спасителя. Почему мученики христиане мученики они называются мартир свидетелем? То есть здесь важно, что мучение происходит именно самого Христа в теле христианина. И поэтому Спаситель прославляет всякого пострадавшего за Него великой славой. И Церковь в этих словах Спасителя является чем-то очень и очень определенным. Потому что некоторые говорят, церковь вы знаете там, где двое или трое собраны во имя мое. Вот сектанты они говорят, что раз мы собрались на своем молитвенном служении, как они говорят, во славу Христа, значит мы являемся церковью. церковь. Но разве Господь говорит, что двое или трое собраны во имя Мое там церковь? Он просто говорит, что я посреди них. Но Господь может быть и среди язычников. Господь присутствует везде, потому что Он промыслитель о всем человечестве. Поэтому церковь больше, чем присутствие Христа среди людей. Церковь это воплощенное присутствие Христа, а вернее сказать, это неразделимое присутствие Христа в людях. И для того, чтобы стать частью Церкви, для этого нужно присоединиться, как мы уже говорили в предварявших главах, во второй главе, в частности, Деяния апостольских, что присоединялись к Церкви Христовой через Крещение. И вот здесь есть четкое определение, что такое Церковь. Церковь — это единство Христа с обществом верующих. И кто против Христа, тот против Церкви. Поэтому и Церковь является столпом и утверждением истины. И поэтому христианство — это не какая-то вероучительная система. христианство — это прежде всего общество людей, объединенных через тело и кровь Христовую с самим Христом. Он далее говорит, «Трудно тебе идти против вражда». «Видимо, Савва шел внутри себя против совести. То есть настолько совесть обличала его в том кровопролитии, которое он как изверг совершал, что говорит, «Тебе тяжело идти против вражда». Ты ощущаешь, что ты идешь против вражда, но ты продолжаешь это делать». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Он не стал возражать, он не стал задавать вопросы. Помните, как у Иова, «Когда ты, Господи, приходишь, то ты избавляешь от вопросов, как от болезни». Когда на самом деле человек ощущает присутствие Бога. Помните, как в Евангелии, когда после чуда, которое совершил Спаситель по наполнению сетей Петра и он сказал, «Господи, я человек грешный, выйди от меня». «Что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видят». И здесь обратите внимание, «Иди в город, и сказано будет, что тебе надо надобно делать». Это значит, что и здесь Спаситель очень органично связывает тебя с Церковью. Церковь тебе разъяснит, что тебе надо надобно делать. В данном случае его далее крестит апостол Анания от 70-ти, который был епископом города Дамаска. «И откроет глаза, которые я тебе закрыл, Церковь, Он возложит руки на тебя, и ты прозриешь, Он крестит тебя». То есть мы видим, что Церковь многие имеют полномочия от самого Христа, потому что Церковь и есть, как замечательно сказал Ирине Леонский, «Тотус Кристос». на латыни, с латыни переводится как «Всецелый Христос». Почему апостол скажет Павел, что «Я ношу язвы на себе Христа, восполняю язвы Христовы в себе». То есть настолько органичная вот эта связь Церкви и Христа, это единое целое. Это каждый из нас имеет огромную пищу для размышления, вчитываясь в эти слова. Это не развлечение своего ума догматами Церкви или чтением каких-то благочестивых книг. Это реальное участие в теле Христа. Христос участвует в жизни Церкви, то есть мы видим, что Он обращает Савла и делает Его Павлом, но и Церковь далее восполняет действия Христа, открывает Ему глаза, которые Сам Спаситель закрыл. И люди, которые сопровождали Савла, слышали голос и никого не видели. Вот если мы откроем Деяние 26 главу 12 стих, то здесь всплывают некоторые подробности. Для сего идя в Дамаск совластию и поручением от первосвященников среди дня на дороге я увидел с неба свет. Государь он здесь говорит, потому что рассказывает о гриппе. С неба свет превосходящее солнечное сияние. Превосходящее солнечное сияние. Осиявший меня и шедших со мной, все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Вот здесь подробность такая. На еврейском языке. То есть Господь говорил на совершенно понятном языке для апостола. Савву, Савву, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна. Я сказал, кто ты Господь? И он сказал, Иисус, которого ты гонишь. Но встань и встань на ноги твои, ибо для того я и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою ищу тебе, и избавляю тебя от народа иудейского и от язычников. Здесь Господь говорит о том, что он будет его спасать, потому что апостол будет далее очень много страдать за свою проповедь от иудеев и язычников, которым я теперь посылаю тебя, и открыть глаза им, чтобы они обратились и от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу. И вот обратите внимание, что чтобы открыть глаза им. И вот здесь апостол очень хорошо понимает, о чем говорит Спаситель, потому что он-то на самом деле сейчас ослеп, и он нуждается в том, чтобы ему открыли глаза. И он знает уже по своему опыту, что значит открыть глаза. Это значит увидеть этот мир совершенно по-другому. Вот нам кажется иногда, что мы видим этот мир. Но если мы пытаемся всматриваться в этот мир для того, чтобы иногда правильно понять, что же происходит в некоторых отдельных случаях в нашей жизни, мы понимаем, что мы ничего не можем понять, несмотря на то, что мы видим какие-то подробности, какие-то сцепления, обстоятельства с другими подробностями и обстоятельствами жизни, мы понимаем, что мы ничего не понимаем. И вот апостол Павел уже в свете Христовой истины видел этот мир. И он понимал, что значит открыть для других людей этот мир. Он говорит это уже в 26 главе. В этой 9 главе рассказывает о нем дееписатель, то есть евангелист Лука. А здесь евангелист Лука дает возможность как бы говорить от первого лица самому апостолу Павлу. Уже с той истины, с сознания той истины, которую он пережил. Потому что он уже говорит здесь, совершив свои четыре апостольских путешествия по Айкумене тогдашней. От тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. И вот говорится здесь о том, что они слышали. Но в другом месте говорится о том, что они не слышали. И вот как же одно с другим связать? Связать помогает нам Ян Златоуст и говорит, что много можно слышать, но не слышать. Будут слушать, будут слушать, ушали своими, но не услышать. Будут смотреть глазами своими, но не увидят. И вот тоже происходило с его окружающим. Никто не понял, что произошло, кроме одного Савла. И повели его за руку и привели в Дамаск. Вы представляете, с какой дерзостью он шел с грамотой от первосвященникам, чтобы дерзать людей за веру во Христа, в Спасителя. Но его приводят в Дамаск за руку, как жалкого слепца. Вы представьте себе, какое было смирение апостолам, простите, Христом, Савла. Привели те, кого он вел. Он вел, как уверенный вождь. А здесь его приводят за руку. Это важна подробность. И повели его. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Видимо, настолько глубоко он переживал то, что с ним случилось на пути в Дамаск, что он и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему Анания. Он сказал, я, Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называй ему прямую. И спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Она не отвечал, Господи, я слышал от многих о семь человеке. Сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет и рассвященника власть вязать всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. Анания пошел и вошел в дом, и возложив на него руку, сказал, брат Савла. «Господь Иисус, явившийся Тебе на пути, которым Ты шел, послал Меня, чтобы Ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз Его, и вдруг Он прозрел. «И встав, крестился и приняв пищи, укрепился». И вот как важно вот все то, что происходит. Мы видим, как Господь отвечает на молитву. Анании, которую Он совершал. Мы видим, как Господь участвует в жизни Церкви. Настолько это единое целое, Христос и Церковь. Ибо Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие делились и говорили, не тот ли этот Самый, который гнал в Иерусалиме, призывающих имя сие. Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеям, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Это настолько сильно смутило всех и всяк, потому что христиане еще не до конца могли поверить, что Савл уже уверовал, а иудеи еще не могли понять, что этот Савл уже стал христианином. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, и они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Ну вот вы знаете, здесь есть одна деталь, которая, важная деталь, которая упускается в этом тексте. В Галатам, в послании, апостол говорит о том, что он направился после того, в Аравию, в Аравийскую пустыню. И вот там он пробыл после того, вот здесь я даже процитирую вам 17 стих первого, простите, просто послания Галатам, апостолам Павла. «Чтобы я благословал его язычникам, то есть креста, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, то есть с людьми. И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». И вот здесь не говорится о том, что он уходил в Аравию, евангелистом Лукой. А в Аравийской пустыне толкователь и предание нашей Церкви говорит, что он как пустынник, как отшельник провел время в молитве и посте. Он как бы насыщался общением со своим Спасителем. И вот настолько уже был его опыт глубок и полон, что ему было что сказать, когда он вышел на общественные службы. Вообще первое его миссионерское путешествие состоится спустя 14 лет. То есть он не сразу направился для проповеди. И вы знаете, мне хотелось бы это очень подчеркнуть в связи с тем, что многие считают, что если они только услышали что-то о Боге, значит, они уже должны идти и проповедовать. А здесь мы видим 14 лет. Господь не отправлял его в его апостольское первое путешествие. Он должен был как бы пропитаться опытом личного Богообщения, личной духовной жизни, евхаристического общения, участия в таинствах Церкви. Это очень важные детали. Нельзя свою скороспелость нести, как подлинный опыт жизни во Христе. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Да, он проповедовал. Но это была проповедь о том опыте. Потому что ведь ему нужно было объясниться. Ему нужно было рассказать, что произошло, что он уже не Савл тот, а он уже христианин, он уже Павел. Но после этого он уходит, как я уже сказал, в пустыню. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Напоминаю, что эллинисты – это иудеи, принявшие иудаизм за пределами иудеи. И также это язычники, которые приняли иудаизм. «Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее Галилеи и Самои были в покое, назидаясь, и, как я в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Вот это опять, понимаете, важная деталь. Они утешались от Духа Святого. Вот понимаете, какая это важная деталь нашей жизни. И ведь чем мы сейчас утешаемся? А ведь люди участвовали в таинствах, участвовали в причастии, участвовали именно в евхаристической жизни. И вот это утешение от таинства, оно было настолько сильным, что это формировало крепкую личность христианина. И христианин был бесстрашным свидетелем истины. И как редко сейчас христианин стремится к тому, чтобы причаститься и утешиться в таинстве. Мы часто, понимаете, в чем только не ищем утешение. А на самом-то деле, человек, поисповедавшись, причастившись, может утешиться в своих скорбях, житейских проблемах, трудностях. Это огромная сила, которую Господь дает человеку в таинстве. Вы знаете, я могу сказать, что вот я причащаюсь каждое воскресенье, как священник. Каждое воскресенье. Но и помимо воскресной богослужения, причащаюсь и в другие книги, когда совершается ритургия. И вот когда бывают такие случаи, что я не могу причаститься, потому что бывают какие-то случаи, когда я не служу и, соответственно, не причащаюсь. И я понимаю, все познается в сравнении, как вы говорили. Какая ущербность, когда христианин не может причаститься к христовых таинствах. Это я говорю просто уже от личного опыта. Я как бы понимаю, о чем здесь идет речь. Утешались от Святого Духа и умножались. Иначе церковь бессмысленна, если это просто общество людей, которые объединены каким-то религиозным энтузиазмом, верой. Нет. Самое важное – это наполнять свою жизнь Духом Святым. Серафим Саровский спустя уже многие столетия скажет, цель христианской жизни – стержание Духа Святого. То есть приобретение этой благодати божественной. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидии. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели, в расслаблении. Петр сказал им, Эней, исцеляет тебя Иисус Христос. Встань с постели твоей. И он тотчас стал. И видели его все, живущие в Лидии и в Сароне, которые и обратились ко Господу. То есть мы видим, как продолжаются чудеса. В Иопии находилась одна ученица именем Талифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милосты. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр же встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон, и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал «Талифа, встань». И она открыла глаза свои, и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, призвав святых, и вдовицы поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Воскрешение Талифы. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий. Вот здесь очень важная глава, о которой мы поговорим более подробно. Сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он сам был, скорее всего, итальянцем, римлянием. И, несмотря на то, что по своему этническому происхождению он был не иудей, но именно творивший милостыню людям и молившийся Богу. Здесь Богу идет речь не языческому, а именно истинному Богу и боящийся Бога, истинного Бога. То есть получается, что есть люди, которые не принадлежат еще Церкви, но почитают истинного Бога, живут Богом, как основным сокровищем своей жизни. И он смог привить веру истинному Богу и всем своим домашним. И вот он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия. А почему девятого часа? Вы помните, что именно апостолы, на апостол, вернее сказать, в пятидесятый день сошел Святой Дух в девятом часе. И вот до девятого часа иудеи не вкушали пищи. И вот он тоже не вкушал пищи. Что? До девятого часа. Так, секундочку, сейчас точно вам скажу. Сейчас точно определю, потому что... Ну, это где-то до одиннадцати часов. Где-то вот так вот. Сейчас. Сейчас, секундочку. Ну, ладно, а потом, чтобы не, так сказать, не терять время. Первая половина дня. Да, первая половина дня. То есть, это первая половина дня. Потому что исчисление там временной было другое. Ну, вы знаете, дело не в меридианах. Дело не в меридианах, а дело в том, что это было просто исчисление. другое время. Вообще другое исчисление времени. И вот взять византийское время. Вот византийское время, вот монахи живут на Афоне по византийскому времени, и когда мы оказываемся на Афоне, то на Афоне, значит, двое часов в каждом монастыре, вот особенно в гостиницах, там, где миряне живут. Вот приезжают миряне, и там двое часов, и там написано византийское время и европейское время. Византийское время, оно где-то разница в 3-4 часа, и оно зависит от захода солнца. И оно постоянно переставляется, понимаете? И вот там, значит, сразу видно, что было понятно, что люди, да, ориентируются, живут по европейскому времени, но в то же время они должны, как бы, понимать, что здесь живут по византийскому времени. То есть совершенно другое время. Получается, что именно вот этот третий час, это девятый час. Это девятый час, как я и говорил тогда, это девятый час по нашему времени. Это по нашему девятый час. Утро? Что, что, что? Утро, да. Это девятый час утра. Что, что? А девятый это третий час. Соответственно, потому что там через три часа. На кресте на спорте. Да, да. Да, да. И вот, ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться и чувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление, вот греческое слово «экстаз», «экстазис», и видит отверстое неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четверологии, земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. «И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». Конечно, здесь очень много деталей, которые требуют, как бы, внимания. Но вот я обращу ваше внимание вот на что. Ангел Господень говорит Корнилию о том, чтобы он направил своих людей к апостолу Петру, который на тот момент проживал у некого Симона Кожевника в другом месте, в другом городе. И здесь мы видим очень важную деталь, что Ангел Господень мог бы открыть всю истину для Корнилия. Он мог бы не привлекать людей к тому, чтобы объяснить истинное спасение. Но вот как святоотеческий принцип говорит, что Богу угодно, чтобы люди вразумлялись людьми. И вот почему? Потому что люди, которые являются носителями истины, они являются Церковью. Церковь – столб и утверждение истины. Она является распространительницей истины. И для этого мы, когда обучаемся друг другом вероотслышания, ослышание от слова, от проповеди, мы объединяемся таким образом. И возникает вот само предание. Предание, когда истина передается от одного поколения христианского к другому. И таким образом, каждое поколение воспитывается на этом духовном опыте. И она передает, то есть последующее поколение передает не только слово, но слово, обогащенное опытом духовным. Это вот то, о чем мы часто говорим, что умом мы можем понять, а вот сердцем мы часто не принимаем этого. И вот, когда слово обогащается опытом, то это идет речь как раз о том, что сердцем уже это испытано истина, что она из области ума, из области слова перешла в измерение жизни, стала составляющей именно самого качества жизни. Ангел, он не имеет плоти. А раз он не имеет плоти, значит, он и не понимает, что такое человеческая жизнь. Он не может обогатить Слово Божие человеческим опытом. Человеческий опыт не то, что чужд для ангела, но он непонятен. Поэтому ангел является всего лишь вестником. Он только может сообщить волю Бога человеку, но сам он не знает, что такое человеческая жизнь. Он не переживает сердцем, своим сердцем, ангельским сердцем, скажем так, он не переживает скорбь от тела, брань, которая связана с телом. Он как бы находится над человеческим опытом. А следовательно, я скажу совершенно уверенно на основании определенных текстов святоотеческих, что он не может понять человеческого опыта. не может понять не в смысле согласиться, а в смысле переживания, потому что, когда человек является носителем плоти, этим все сказано. Нести саму плоть – это уже тяжелый крест. Потому что эта плоть, она расстроена грехом, она расстроена тлением, проклятием, и так далее, и так далее. И поэтому ангел, святоносный ангел, отсылает Корнилия к людям. Они тебе расскажут. Они знают истину Христову, которую переживают своим собственным человеческим опытом. И они скажут слова, которые спасут тебя и дом твой. Это очень важно. Потому что некоторые говорят вот с претензией на какое-то особое ангельское вещание. А апостол Павел таких энтузиастов скажет, «Даже если тебе ангел с неба будет проповедовать не то, чему мы учили, да будет анафиба». Это будет сказано позже в его посланиях. То есть мы видим, что собой представляет Церковь в этом измерении. Церковь является абсолютной носительницей истины. И мы как бы не нуждаемся в каком-то смысле именно восполнением, ангельским восполнением. Потому что Церковь получила всю полноту истины. Но ангелов Господь посылает тогда, когда отдельные люди отходят от истины. И тогда сверхъестественное явление ангела останавливает грехопадение человека. И человек тогда начинает раскаиваться, но опять-таки он возвращается к опыту Церкви, потому что его среда обитания – это не мир ангельский, а это Церковь, как общество верующих людей в Бога. И здесь рассказывается о Петре. Вот как раз, понимаете, это очень важно. Вот то, о чем я говорил сейчас, вот сейчас вы увидите, читаем, апостол Петр около шестого часа вошел наверх. Это уже было двенадцать часов. Помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. То есть он должен был вообще в девять часов, он должен был покушать. и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление и видит отверстие неба и сидящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно. То есть мы видим, первое, голод, он хотел есть. То есть вот для человека это человеческий опыт. есть и пить. У ангела такой потребности нет. И вот в это время молитвы он приходит в выступление и видит отверстое неба, исходящий к нему некоторый сосуд. Это как бы ткань, на которую были животные, различные животные. Причем животные чистые и нечистые. Ну, чистые, это понятно по иудейской традиции, которые можно было приносить в жертву. И нечистые животные, которые в жертву нельзя было приносить. И ему Господь говорит, заколи и ешь. На самом деле, то, о чем Господь говорит, или не хочет сказать через этот образ, это духовные совершенно вещи. Здесь будет речь идти о язычниках, о том, что они тоже могут принять крещение, о том, что они могут стать верующими людьми во Христа. На этой почве очень много проблем будет возникать между христианами, которые из иудеев, и христиане, которые из язычников. Это будет даже собор первый апостольский собран по причине конфликтов, которые возникали. Как им вообще нужно приходить в церковь, соединяться с церковью. И вот здесь голод с одной стороны. Появляется это полотно. Заколи и ешь. Нет, я, Господи, ничего нечистого или скверного никогда не ел и есть не буду. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай, нечистый. Это было трижды. И сосуд опять поднялся в небо. Мы видим, что голод и этот образ о пище на самом деле не был устремлен к тому, чтобы насыпить апостола Петра. Он же не удовлетворил свой голод. Он не взял животное и не заклал это животное. Да, конечно, оно было видением, но он не сделал попытки это сделать. В нем боролось чувство. А что такое иступление? Когда нам говорит апостол Павел, иступление это очень непростая вещь. Вот давайте разберем это слово, это очень важная момент. Экстаз. Что такое экстаз? Это иступление. Но дело в том, что, понимаете, пока не будем касаться их опыта, вот этого харизматичного, понимаете, речь вот о чем. Экстазис это выйти. Вот даже иступление слова. Иступить, выйти из чего-то. Некоторые говорят, что это вообще выход души из тела. Но апостол Павел говорит, я не знаю, значит, был я тогда в теле или вне тела? Помните он рассказ, что он был восхищен до третьего неба? Он не знает. То есть сказать точно, что такое иступление, потому что если душа покидает тело, то в принципе это смерть. то есть тело без души, оно просто остывает, потому что там нет жизни. Но вот переживания, которые человек переживает в состоянии иступления, экстаза, они необъяснимы человеком с точки зрения некого рационализма, чтобы вот так по полочкам все разложить. и вот если апостолу было предложено загладь животное, то апостол даже не мог для себя отчетливо понимать, это реальное животное, которое можно скушать, или это животное, которое я только вижу в своем воображении, или как-то по-другому. это необъяснимо было для апостола. И вот, если это необъяснимо было для апостола, следовательно, если бы он взял это животное и попытался его закладь, а он был движим голодом, то дальше рассуждает блаженный Августин. Господь бы его за это не осудил. То есть в нем как бы не отнялось то человеческое вот сиюминутное гово, оно как бы и оставалось. И поэтому Господь предлагает «бери их уши». И он объясняет то, что Господь очистил, не считай нечистым, ведь это с неба тебе спускается. То есть я тебе даю как милость, как некую милость. Я даю, значит, оно очищено. Но в нем сознание иудея настолько крепкое, что он говорит, я никогда нечистого не ел. Но Господь это делает трижды, как нам говорит здесь Писание. И тем не менее, он все равно не слышит то, что ему предлагает Бог. Удовлетворить в данном случае мы пока рассматриваем только сторону первую, голода, естественного голода. Он не взял и не заклал. И мы увидим, что апостол Петр будет иметь еще в этом отношении определенное прение с апостолом Павлом относительно что есть чистое и что есть нечистое. Что-что? Да, да, я сейчас уже как бы не гитализировал. Да, что я объяснил уже этот момент. То есть мы видим, что иудаизм настолько пропитал апостола Петра, несмотря на то, что он уже получил Святой Дух, то есть Святой Дух сделал его другим человеком. Но вот это некая, я бы сказал, даже поврежденность иудаизма в нем осталась. Это настолько мощное влияние вот этих схем, которые предлагались и которые изо дня в день иудеям правоверными исполнялись, мы об этом конечно будем говорить еще много, потому что там практически все послания это конфликт между иудейским христианством и языческим скажем так христианством. это проблема которая решалась на протяжении продолжительного времени. Но здесь и есть другая сторона. Апостолу Петру предстоит пойти туда, куда он не знает пойти еще. Уже подходят люди, вот на подходе говорится, что значит они уже подходили, приближались в городу, когда это было с апостолом Петром видение. Но апостол Петр об этом не знает. То есть идут к нему язычники и он должен пойти к этим язычникам. И Господь готовит его сознание. Он говорит ему, вот это люди, которые должны принять Бога. и я посылаю тебя. Потому что если бы Господь не послал иудея правоверного, ставшего христианином, то никогда не разрешился бы вообще этот конфликт. Могут стать язычники христианами или нет? Было бы две христианских церкви. Церковь от язычника и церковь от иудеев. А это нужно было преодолеть. Должно было быть единство между христианами и от язычниками и от христиан. И поэтому он посылает иди и посмотришь что я сделаю. И вот сейчас мы как раз увидим это чудо. Произойдет вторая пятидесятница. Об этом святые отцы так и говорят. Я об этом раньше не смел говорить для того, чтобы не как бы не привести вас в некое замешательство. Недоумение. Но это очень серьезная проблема. И вот сейчас мы увидим. Когда же Петр недоумевал себе, что бы значило видение, которое он видел. Вот мужи, посланный Корнилем, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и крикнув, спросили, здесь ли Симон называем Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении. То есть видите, все совпадает здесь. Он размышлял, а тут уже ответ на его размышления. Подошел под калиткой, что называется, стоит. Вот три человека ищут тебя. То есть трижды три человека ищут. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр, сойдя к людям, присланный к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы? Еще хотелось бы подчеркнуть, мы видим, что само сошедствие Духа на человека не делает его абсолютно совершенными безгрешными, потому что Господь ценит свободу человека, то есть Бог дал Святого Духа для человека, но он постепенно будет его воспитывать, постепенно будет сообразовать свою Божью волю с человеческой волей. Это очень сложный процесс, и это называется жизнью в церкви. Они же сказали, Корнилий сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр пригласил их, угостил. А на другой день встал, пошел с ними. И некоторые... вот здесь интересная вещь. Тогда Петр пригласив их, угостил. То есть не говорится о том, что он вместе с ними ел. Он угостил, он дал им пищу, как ему говорило его христианское сердце. Но не говорится о том, что он ел вместе с ними. То есть он еще не понял до конца, что происходит. То есть в нем еще жива еврейская традиция восприятия мира. А это значит, что когда мы приходим в церковь с мира, то еще очень долго и долго мы воспринимаем все духовное по-верски, как он по-иудейски. А на другой день встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Гесарию. Корнилий же ожидал их, созвал родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. То есть мы видим, как благоверит язычник. Петр уже поднял его, говоря, встань, я тоже человек. И беседуя с ним, пошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником? «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, посему я буду позван и пришел беспрекословно». Итак, спрашиваю, для кого дела вы, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме. И вот встал передо мной муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Ябию и призови Симона, называем Петром, он гостит в доме Кожевника. Симона при море. Он придет и скажет тебе, тотчас послал я к тебе и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Год уже отверзл ста и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен он послал сынам Израилевым слово, благовескуя мир через Иисуса Христа. Си есть Господь всех, вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галереи после крещения, проповеданно Иоанна. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Значит, здесь Он рассказывает о себе, о Христе, вернее, и далее. Которые с Ним ели и пили, и по воскресенье Его измертвы. И вот здесь интересная деталь открывается. Вот Он только угостил, но на пути, когда Он шел из Иопии в Кесарию, столичный город, там в основном жил царь Ирод, вот Он в Иерусалим только приезжал по праздникам иудейским. И вот что интересно, что-то начало меняться в апостоле Петре, и Он уже начал говорить о том, что всякий, так сказать, боящийся Бога, нелицеприятен и так далее, и так далее. И вот постепенно мысль Его развивается, и Он в результате говорит, чем заканчивается собственно вся Его проповедь, что Он, то есть Христос, Сам вкушал вместе с язычниками. И вот здесь очень и очень важно это. Помните же Спаситель, когда Его обвиняли в том, что Он ест с людьми скверными, то есть это было постоянно. Спаситель тогда уже совершал то, что было совершенно непонятно именно для иудеев. И Он нам повелел проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. о Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда же Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, и послышали их говорящих языками и величающих Бога. То есть здесь произошла вот эта Пятидесятница. Они стали говорить другими языками, имеется в виду на других наречиях. И это произошло до крещения. То есть если мы с самарянами, помните, в начале самаряне крестились от архидиакона Филиппа, то и только потом возложили на них руки апостолы и они приняли Святого Духа. То есть здесь Господь совершил совершенно нечто ну как бы не новое, это уже было, но для иудеев это было очень важно, что они получили Святого Духа непосредством иудеев. То есть Господь дает им для язычников новую Пятидесятницу, но эта Пятидесятница не создает новой Церкви. Почему не создает новой Церкви? А потому что они принимают крещение от апостола Павла. То есть да, Святой Дух сошел раньше, но только для того, чтобы язычники поняли, что они такие же чада для Бога, как и иудеи, но потом вы приимите крещение от существующей Церкви. Вы должны быть единым, целым с этой Церковью, уже существующей. Это очень важная деталь, потому что потом будут очень много возникать скорби, все равно как бы в общении между иудеями и язычниками. Кто а? Кстати, часто говорят пятидесятники, вернее сказать, не часто, а это как бы основа их вероучения о том, что они должны быть крещены Духом Святым. И вот крещение Духом Святым совершается через возложение рук на желающих принять пятидесятничество и они начинают говорить своими языками так называемые. Это называется крещение Духом Святым. Так вот, я хочу здесь подчеркнуть одну важную деталь, что для них это очень важно. Они говорят, если крещение Духом Святым совершилось, это значит, ты должен говорить на другом языке. То есть, это признак, это знамение крещения Духом Святым. Но мы увидим, что только исключительный случай с вот этой пятидесятницей, когда люди, принявшие Духа Святого, начали говорить на других языках. Но нигде больше такого нет. Вот взять самаряды, они приняли Духа Святого, но они не говорили на других языках. Всего два случая, то есть, это две пятидесятницы. Больше такого нигде не было. А они считают, что это один из признаков. Если это произошло, они часто спрашивают, когда общаешься с ними, а вы крещены Духом Святым? Да, то есть, должны, значит, хорошо, в чем нету, вы знаете, вы должны обязательно говорить на других языках. Вот мы говорим, мы крещены, а вы не крещены Духом Святым. А знать, вы не рождены свыше. Так вот, это один из важных моментов, потому что они говорят, ну вот всегда так было. Им нужно сказать, хорошо, приведите еще примеры. Таких примеров нет. Вот только два примера. Это исключительный случай. Так и я думаю, что мы заканчиваем. Так «Ибо слышали их говорящих язычников величайший Бога». Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Но понимаете, вам может показаться, ну, все как бы хорошо. То есть, апостол Петр сказал, ну, кто может запретить тогда креститься? Но, понимаете, и там еще много проблем было связано с тем, что о соблюдать принявшим крещение язычникам закон иудейский. А нужно же и обрезание еще совершать и так далее. То есть, вот еще будет, то есть, как бы, кажется, все гладко закончилось, ничего еще не закончилось. То есть, Спасителю нужно было совершить Вторую Пятидесятницу, и этого мало. Вот насколько вот эта пропитанность иудаизма. А сейчас я просто хочу сделать акцент. Среди нас-то как бы нет, так сказать, иудействующих, но я хочу о другом сказать. Настолько мы пропитаны вот этой мирской жизнью. Мы так многие вещи воспринимаем вот по-мирски, вот духовные по-мирски. Да, ну как бы Боженька поможет, но потом мы сейчас сами вот тут сделаем, а потом, понимаете, вот как бы у нас вот настолько вот недоверие, понимаете, к Богу есть. Это все вот опыт мирской жизни. У меня же опыт жизни и так далее, и так далее. Этот опыт жизни, он часто очень мешает верить Богу по-настоящему. Нет, хорошо, когда, конечно, у человека есть опыт жизни, ну там, скажем, заниматься каким-то профессиональным делом. Ну, понятно, здесь нужно, требуется просто выучика, что называется. А вот когда идет речь именно о каком-то восприятии жизни, вот все-таки мы где-то должны отложить вот этот опыт жизни и доверять больше Богу. Потому что нас, этот жизненный опыт, больше травмирует нашу душу. Ну вот, что-что? Сбивает с долгу, потому что нам кажется, ведь как, понимаете, мы часто человека воспринимаем. А, ну вот, все понятно, этот человек такой-то, такой-то, и мы уже не можем, понимаете, вот доверившись Богу воспринимать этого человека. Мы уже ярлычки на него развесили, и все. Это уже есть вот это восприятие человека. То есть, если бы так, понимаете, воспринимали апостолы язычникам, понимаете, они бы, конечно, не смогли бы проповедовать. То есть, они доверяли, они доверяли, они шли, они верили. Вот как это тяжело не было. Это постоянно столкновение вот этого житейского опыта с верой. То есть, я еще раз говорю, что я не отрицаю житейский опыт, но этот житейский опыт связан именно с каким-то профессиональным делом. Это да, понятно. А вот именно воспринимать человека, мы должны все-таки вот так, как воспринимал Христос. Вот как Он воспринимал человека? Он воспринимал человека, Он знал, что Иуда предаст его. Да? А если бы Он сразу сказал, ну я знаю, кто ты, ты негодяй, ты меня предашь. Ты такие цельнички, понимаешь? Да, понимаете, вот все уже, все понятно. Ну а что ты говоришь, Петр? Ну ты же отречешься от меня. Понимаете? А вы разбежитесь. Господь тогда... Что, что? Не все коронавирусом. Конечно. Понимаете? То есть здесь нужно понимать, что вот то, если мы... А, ну это понятно. Ну да что с ним вообще иметь дело? И так понятно, кто ты такой клейма не представить. Понимаете, вот все-таки вот здесь нам очень мешает вот этот опыт. Мы как бы, понимаете, мы как бы не можем дождаться того момента, а вот Бог, понимаете, есть Бог, который может все-таки изменить человека. Я не говорю о том, что мы совершенно должны быть какими-то наивными дурачками. А, ну все, да, конечно, вот все в розовом свете. Нет. Но мы должны понимать, что есть Бог, который меняет свои благодать. Вот, посмотрите, одни разбойники и блудницы, понимаете, окружали его, они были, собственно, нормальными последователями Христа. Он даже сказал, что восхищает от вас Царство Божие. Значит, кто? Мы тари блудники, детей Авраама, значит, они, так сказать, преуспевают больше и возлягут на лоне Авраама. А вы, знающие истину, лишаете спасения? Поэтому, вот, вот как бы, знаете, над этим мы, как бы, должны так периодически задумываться, и что, ну, нет таких вот готовых ответов, понимаете, на жизнь. Вот это присутствие Бога в нашей жизни, что оно, это присутствие, что оно значит вообще, это присутствие Бога в нашей жизни? Вот как ему довериться, вот этому присутствию Бога в нашей жизни? Вот именно об этом я бы назвал вот деяния апостольские приключениями апостолов, понимаете? Это самое настоящее приключения. Потому что то, что с ними происходило, это не такой уже гладкий путь был. А там, понимаете, а сколько амбиций было. Вот когда, значит, они не могли, там, понимаете, вот апостол Павел и Варнава, там, значит, был момент, понимаете, они тоже там расстались, Иоанн не смог там идти, не Иоанн Богослов, другой, Иоанн Марк. Тоже, понимаете, вот это все очень много человеческого. И поэтому дай Бог, чтобы мы, понимаете, не имели каких-то готовых диагнозов относительно жизни других людей и своих, в том числе. Присутствие Бога, это так сложно. Ощутить это присутствие и правильно понять Его волю о себе и о тех людях, которые окружают нас. Именно в этом и состоит Церковь, когда мы пытаемся постоянно понять, как говорит апостол, он скажет такие слова, верили ли вы, испытывайте себя, верили ли вы, то есть доверили ли вы Богу в этот момент, доверяете ли вы Ему или нет, или вы доверяете больше себе и своему, опять-таки, человеческому опыту, как мы говорим. Если вопросы есть, пожалуйста, мы уже два часа... Дело в том, что, понимаете, святые, это не в нашем понимании слова. Мы часто, когда говорим о святых, то говорим именно о канонизированных людях. Вот, скажем, там Сергий Радонежский, там Серафим Соловский. А раньше, именно в раннехристианские времена, называли святыми вообще всех христиан. Почему? Потому что святый, святой человек, это взятый в удел, то есть как бы отделенный человек, имеется. То есть это два значения. Святой – это тот, который прославлен Богом, канонизирован людьми, церковью. И святой – это по своему призванию мы отделены. Почему слово «экклесия», «эккалео» – вызывать в переводе. То есть тот, который вызван в другой жизни, понимаете, призван в другой жизни. И вот святой – это тот, кто вызван именно им. В результате он стал отделенным от обычного общества и призван к другому обществу. И поэтому святых, понимаете, имелось в виду те, которые действительно приняли вот этот зов и стали жить вот этой христианской жизнью. Поэтому все как бы… Там будет часто апостол Павел особенно говорить о том, что святые будут обращаться именно к христианам, как к святым каждому. То есть это именно его призвание, его состояние. – Большое спасибо. Тогда еще вопрос, можно? – Да-да, пожалуйста. – Когда, значит, у Харизма, то есть пятидесятники говорят вот иными языками, я спрашивала, ну а что вы вот сейчас, о чем вы молились? Они отвечают, я не знаю, но Дух знает, и он, в общем, неизреченно за меня молится. Правограммирование или так? – Нет, конечно. Взял в том, что будет первое послание Коринфианом, вот, и это первое послание Коринфианом очень подробно будет разбирать именно дар языков. Что такое дар языков? Но скажу только два слова относительно, ну уже как бы говорили, но еще один момент скажу, что как апостол говорит, что много в этом мире слов, много, много, но нет ни одного слова без смысла. Вот если мы открываем словарь, так мы пытаемся что именно найти? Смысл будет для того, чтобы понимать это слово. Понимаете? Но если человек не знает, что он говорит, апостол Павел почему и говорит, тоже в том же послании, хочу сказать пять слов умом, в церкви там говорится, в церкви Богу, нежели тысячу языков. Понимаете? И поэтому, когда они так говорят, то это совершенно необоснованно. Слушай, есть вопросы? Так, хорошо. Значит, мы продолжаем. Я думаю, что где-то еще три лекции мы посвятим деяниям апостольским. Три. То есть больше точно нет. Вот. Но три, я думаю, что придется еще. Может быть, две. Что мы там подробно разбираем. Что? Подробно разбираем. Что, что, что? Мне кажется, подробнее, а разбираем. Да. Ну, то есть мы прошли только вот 10 глав, а еще получается 18. Получается 18. Да. 28 глав всего. Ну, прочитайте хотя бы еще 8 глав, хорошо? Может быть, я постараюсь побыстрее эти тексты пройти. Что какие-то, как бы так, мне кажется, что все это важно. Как останавливаться. Благодарю вас за внимание.